Каркас на соломенный дом, то есть силовый каркас это деревянная доска, а вместо утеплителя, вместо минуаты, соломенные блоки, прессованные соломенные блоки. Его соломенный домик не сдует ни один волк, уверен фермер Александр Тиду. В отличие от постройки и сказки «Три поросенка», этот дом из соломы прочный и экологичный. И при самостоятельном строительстве даже обходится немного дешевле, чем деревянный или кирпичный. Саша всегда мечтал о доме, хотел построить экологичное и энергоэффективное жилище. Долго выбирал технологию, в итоге купил землю и становился на соломенном строительстве. Ну вот здесь можно посмотреть, что очень толстая штукатурка, в районе 4 сантиметра. То есть вот здесь начинается стена, полметра соломы и снаружи тоже штукатурка. Из-за толстого слоя штукатурки даже камин без страха можно установить, пожара не будет проверяли. Отапливают дом солнечные батареи и огромные окна на двух этажах. Их Александр сделал специально на южную сторону. В солнечный день, вот как сегодня вам повезло, на поверхность окна приходится на каждый квадрат около киловатта тепловой энергии. Очень тепло здесь, да. Солнечных лучей хватает, чтобы даже в минус 25 не топить печку. Саша говорит, хотели отапливать дом не 7 месяцев в году, как обычно, а максимум 3. Мечта почти сбылась. Даже зимой семья может уехать на неделю, дом не замерзнет. Ну а на случай холодов, конечно, есть печь. Тысячу кирпичей укладывали всей семьей. Работать вместе им не привыкать. Дом строили в том числе и женские руки, солома, небетонные плиты. Подсобить может и хрупкая девушка. Полы тоже скоро сделают с подогревом. Под ними, кстати, тоже солома. В его доме все продумано, уверяет Александр. У нас же там дорогу можно замести, там минус 30 на улице. То есть нельзя рассчитывать на такие очень тонкие технологии. Поэтому нужно делать очень надежно. Домочадцев наш герой в шутку называет эко-семьей. Пять лет назад они все вместе уехали из города, купили землю и создали, как сами называют, эко-поселение в Емельяновском районе. Этот дом из натуральных материалов здесь не первый, а вот на первом месте культура поведения. В этой семье не ссорят и не ссорятся. Мы стараемся разделять мусор и утилизировать его по максимуму. То есть все, что горит в печку, все, что можно сдать, переработать, мы сдаем, перерабатываем. Все, что компостируется, мы компостируем по максимуму и вторично используем. Семья Тииду выбирает здоровый образ жизни и самостоятельно обеспечивает себя продуктами из еды, что могут выращивать, хлеб пекут сами. Мясо исключили из рациона. Моют и стирают без химии. Зарабатывает на жизнь семья Тииду сенокосом. Собственно, наш третий материал – это вот такой брок из прессованной соломы. Вот он заменяет мин ватку, пеноплаз и так далее. А вот так выглядит дом еще на этапе строительства. Стены уже заполнены соломой. Он сейчас зашит, мы внутрь не попадем. Следующий этап – это нужно выровнять солому. Перед штукатуркой, то есть выровнять ее поверхность, немного срезать. Вот, и потом, а штукатурить будет теплый дом. К себе Александр приглашает всех желающих поработать, поесть простой еды. Рассказывают, были волонтеры из Израиля и даже гости из Новой Зеландии. Кто-то уезжает в шоке, ведь жизнь на земле – большой труд, да и вложения нужны приличные. А кто-то строит уже свой дом из соломы на своей родине. Перенимает опыты и смелость сибиряков. И Саша уверен, когда-нибудь его семья сделает супер-жилище. Эдакий соломенный бункер – совершенно автономный дом, которому не будут страшны ни бури, ни грозы, ни крепкие сибирские морозы. Да и в этом случае семью Тида согреет теплом домашнего очага.